На портал XGET поступают вопросы, мы пытаемся на них ответить. Не могу справиться со зложелательством. Как быть? Ну, что такое «не могу справиться»? Человек попробовал, пожил без зложелательства день, а потом, в общем-то, выдохнул и стал жить по-прежнему. Любая духовная жизнь – это подъём в гору. Это всегда очень сложно, это всегда очень тяжело, это всегда какие-то лишения, это всегда какие-то неудобства. Но с достижением новой высоты всегда открываются какие-то необычайные перспективы, необычайные виды открываются для человека, который поднимается в гору. Тот, который спускается, всё очень сужается, всё очень замыкается, и тот, который едет, в общем-то, с горы, он неминуемо должен думать о том, как бы, в общем-то, не разбиться. Лучше подниматься, лучше иметь какие-то лишения, но потом приобретать и обязательно награду от того, к кому ты, в общем-то, идёшь. Зло-желательство – это, конечно, наверное, крайняя такая степень пребывания во зле, когда тебя уже не удовлетворяет радость о том, что у кого-то что-то не получилось, у кого-то что-то, в общем-то, произошло плохого. Это тебя уже не удовлетворяют те события, которые потирают ручки и, в общем-то, говорят, вот мы сейчас под огонёк сгорающих грешников, войдём там в рай и так далее и там подобное. Но здесь зло-желательство – это уже, наверное, крайняя степень взаимоотношений человека со злом, когда он это зло желает другому человеку. Безумие и ужас может, в общем-то, овладеть человека, который думает, о, как здорово, если бы сейчас его там сбила машина, о, как здорово, если бы его сейчас там… Скорее бы его забрал Господь с этой, в общем-то, земли, как он всех здесь замучил и так далее и там подобное. Всё это зло-желательство – крайняя форма выражения греховности человека. Кто-то скажет, всё равно очень часто мы можем эмоционально произвести необдуманное, высказать слово, а кто-то даже и, в общем-то, пойти дальше поступок. Но всё равно мы с вами должны знать, что тот человек, который знал закон, как говорит сам Господь, и не выполнил его, бит будет много. А тот, кто не знал и не выполнил закона, всё равно будет бит. Меньше, но всё равно потерпит наказание. Вот и мы с вами, дорогие братья и сестры, должны задуматься, что будет потом после нашего зложелательства этому человеку. Ведь дальше идёт ещё больше. Мы знаем, что грех в человека входит несколькими этапами. Лукавый предлагает человеку совершить тот или иной проступок, тот или иной грех, так называемый прилог. И этот прилог, это не является ещё греховным состоянием человека. Только тогда, когда он начинает с ним, скажем так, вести беседу с этим помыслом, тогда это начинается усвоением человека греха как своего. Ну и совсем страшное состояние, когда человек начинает этот грех воплощать в своей жизни. Зложелательство, желание другому зла, есть и другая, в общем-то, следующая стадия после этого – притворение в жизнь зла другому человеку. От зложелательства до притворения зла другому человеку, в общем-то, один шаг. Мы видим, что зло его не берёт, что он вот такой замечательный человек, и начинаем что-либо совершать в его сторону отрицательного. Здесь, естественно, сразу наступает смерть человека духовная, или такая духовная болезнь, излечение которой, в общем-то, невозможно. Ну а лучшее средство от зложелательства – это исповедь. Исповедь и частое притечение стих христовых тайнств, вспоминая, что Господь приходит в этот мир для того, чтобы каждого спасти, и даже любого человека, который это боится. Мы много на портале «Экзегет» говорим о каких-то грехах, методах их исправления и так далее, и тому подобное, но всегда должны прекрасно понимать, что исправление может наступить тогда, когда человек вдруг в себе увидит этот грех, вдруг поймёт, что он грешный человек. До этого момента, пока человек не осознает своей греховности, с ним будут свершаться, в общем-то, разные беды. Человек, который прислал этот вопрос, он, естественно, увидел в себе, наверное, этот грех, я надеюсь, в себе увидел этот грех, и пытается с ним бороться. Исповедь и частое притечение святых христовых тайнств, размышления над Священным Писанием и жизнь по Евангелию. И всё остальное устроит в вашей жизни Господь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры подогнал «Симон»